Павел Николаевич, сегодня печальное известие знаете? Что вы думаете? Я думаю, что это последствия. Последствия вот этой, вот этот ребенок, который, ну не ребенок, уже 19 лет, по-моему, парень, поскольку сейчас трудно вообще что-то оценить, потому что нет точных данных, но он же получил разрешение официальное наношение огнестрельного оружия. Система работает, а это Росгвардия выдавала так, что сейчас выяснится, ну может быть мы этого не узнаем, что вся система построена на коррупции и погнила настолько, что абсолютно сейчас выяснится, что он психологически ненормальный человек, что ему скорее всего за взятку дали лицензию, он официально получил карабин или там огнестрельное оружие, с которым совершенно спокойно, несмотря на то, что огромные как будто бы деньги бюджет тратит на охрану школ и дошкольных учреждений, он совершенно спокойно вошел в школу, его никто не остановил. И огромное количество силовиков, которые в стране превышают все разумные пределы, оно ничего не смогло сделать. Они ловят этих бедных девочек, которые ходят с плакатами, они защищают интересы власти, а этот ребенок, который, когда-то у нас все было, говорили, тотальный контроль. Нет, мы просто детей таких выявляли, ну естественно, никто не мог вообще оформить ему никакого оружия, оружия такое, понятия вообще не было. А сейчас, казалось бы, огромное количество вот этих вот правоохранительных органов, люди совершенно спокойно, я видел просто видео, как он шел по улице, не пряча автомат. И кто его задержал? И кто? Поэтому это глубокий кризис. Другое дело, что есть еще одна память о воспитании. Если он по телевизору все время видит насилие, если он видит, что все те, которые там, в том числе и проходные органы, применяют насилие к людям, то он живет в атмосфере отсутствия понимания, что такое закон, что этого нельзя делать. И поэтому он воспитанник этой системы. Ему 19 лет. Он родился вот в эту новую эпоху, которую некоторые называют развитием России. Нет, это было не развитие, это была совершенно другая история. Это деградация. И это он продукт той самой системы. Система образования, которая насаждалась вот этого. Система воспитания в качестве общества потребления, а не общества созидания. Поэтому, не знаю, те, кто сейчас после 9 мая стало ясно, что все-таки продолжение антисоветизма и антисоциалистической риторики, оно есть. И власти его всячески поддерживают. Но вот он родился в этой среде и вырос в этой среде. Что такое хорошо, что такое плохо, ему не рассказать. Поэтому это страшная вещь. Но какие-то выводы надо будет делать. Я не думаю, что нужно какие-то репрессии вводить. Нужно просто сделать работу над ошибками и начать по-другому учить в школе. Надо другие передачи по телевизору показывать. Надо действительно для себя власть должна определить, что такое хорошо и что такое плохо. Взять там книжку Маяковского и прочитать. И после этого действовать по старым лекалам. Общество гуманизма должно быть, а не общество подавления. Вот эта агрессивность или непредсказуемая жестокость, она прежде всего исходит от власти. Мы же видим, как люди просто ни с того ни сего друг оказываются за решеткой. Что там за решеткой? Кто-то кого-то перевоспитал? Что этот ребенок, который, судя по всему, был предоставлен сам себе? Когда-то за каждым ребенком был присмотр, уход и контроль какой-то. И таких выявляли на ранних стадиях. Пострадавшим вы что-то могли бы сказать? Подождите, а у нас что? За последние, меньше года после назначения нового директора школы выход с ножом и две травмы от падающих ворот металлических. Вот три случая, это еще те, которых мы знаем, а сколько еще случаев, которых мы не знаем. И поэтому это тенденция, судя по всему, очень нехорошая. Пострадавшим что-то вы могли бы сказать? Вообще, кроме соболезнования ничего сказать нельзя, потому что это страшное горе. Кстати, вы отпускаете ребенка в школу, а получаете известие о его гибели. Это просто в голове не укладывается, это ужас. Я же сам дочь в школу отвел утром, и ты думаешь, господи, это же могло случиться где угодно. Но я надеюсь, что в нашей школе такого не произойдет, потому что там система контроля все-таки более такая. Охранник бы просто его не пропустил, я надеюсь. Но тогда первым погиб бы охранник, судя по всему. Это же второй случай. Мы просто быстро забываем, но это нужно сразу… Сейчас будут страшные три дня, потому что это сейчас обрастет всякими подробностями. После этого наши средства массовой информации, они вообще, по-моему, отвязались по полной. Такого нет нигде ни в одной стране мира. Они смакуют любую, любую человеческую боль. Сейчас начнутся всякие вот эти вот ток-шоу, которые надо закрыть уже точно. Потому что именно они являются рассадниками ненависти и, скажем так, самых худших человеческих качеств. Ну и потом будет какое-то осмысление того, что делать. Потому что выводы делать придется. Но взяв для развития американскую модель, которую Советский Союз не должен был брать вообще, то есть вообще было невозможно, мы как раз и получили то, что происходит в Соединенных Штатах. Поэтому нам нужно идти по своему пути, а не по американскому. Это точно. Продолжение следует... Продолжение следует...